Светлана Гражданкина Светлана Гражданкина Я помню, пока не уехал мой тренер А это с какого возраста? Я даже не помню, но с детства Даже не помню, честное слово Когда я там появился Боксировал, тренер уехал И начал уже искать В других клубах, школах В других тренеров И так я пришел в Муэйтай А, кстати, вот с чего появилась вот эта идея создать секцию муай-тай у нас в городе? После службы в армии пришел, начал пробовать себя в разных профессиях, с кем я только не работал, где себя только не попробовал. И понял, что ринг, ринг мне снится, тянет спортзал. Пошел к своему тренеру следующему, которым я уже занимался другим видом спорта, уже единоборствами. Начал работать, пару раз заменил его, и он мне предложил попробовать тренером быть. Вроде как получилось. Так и остался. Но на тот момент это была секция уже муай-тай? Нет, это был ушу саньда, это китайский бокс так называемый. Сейчас он называется кунг-фу. И чем-то похож, но муай-тай мне больше как-то приглянулся. И когда я попробовал, вот эта свобода действия в бою, полюбил, там и остался. Это где-то, наверное, с сентября 1995 года, да, с 1 сентября 1995 года, это первая официальная тренировка у него. Это уже именно секция под вашим руководством? Да, это уже я был тренер, официально устроен на работу, и пошли. И где-то, наверное, через месяцев 8-9 у нас уже был первый чемпион. Олег Валерьевич, ну, когда у вас открылась уже секция под вашим руководством, вот быстро вы набрали воспитанников, кто хочет там заниматься, или все-таки это был несколько такой экзотический вид спорта и не очень много желающих было? Мне повезло с первого дня, вы знаете, я, по-моему, писал объявление один раз в жизни. Это пришел, мне предложили, я взял от руки, написал бумажку на обычном тетрадьном университете и повесил на входе в спортзал. Так и так, такого-то числа набираем в группу Ушу Саньда. Все, тренер такой-то. Назначенный день пришел, мне показалось, что там какое-то собрание, планерка, не знаю, пиццовет. Вот, погнал. Что еще интересно, залов не было, и мне предложили в 7 утра тренировки вести. То есть самое неудобное время. Ну, я с сомнением большим пришел, что придут, не придут. Пришел, получается, мы насчитали в первый день 90 с чем-то человек, не помню. Это была первая тренировка. Дальше пошло как снежный ком. В каждой группе у меня было по 80, по 70 человек. И то есть это продолжается и сегодня, или все-таки интерес угас немножко, или может люди устали? Идут, идут ежедневно и круглый год. Я один из немногих тренеров, кто берет круглый год учеников. То есть моя стратегия такова. Подпитка. Спорт опасный. И многие осознают, что, например, занимавших год, два, три, бывает, 10 лет, понимают, что страшно там. Ну, то есть получили какую-то травму, да, где-то неудачно? Не то, что травму, а сознание какое-то приходит, что он не для ринга. Они ходят, у меня есть много групп, мы их называем группы здоровья, которые занимаются для себя, не выходя в ринг, получают здоровье, знание, какой-то опыт, но без поединков. А что касается тех ребят, которые занимаются профессиональными единоборствами, занимают какие-то хорошие места на престижных соревнованиях, много у вас таких воспитанников? И какие самые такие значимые награды за последние годы? За последние годы у меня, так как с финансированием проблемы, и очень давно, и очень серьезные, я выбрал одного самого талантливого и ввел его. Довели до чемпионата мира. За последние три года взяли мы два раза чемпионат Европы, выиграли, и в финале, получается, мы уступили Турку, которого потом наказали на следующем чемпионате, стали серебряным призером чемпионата мира. Павел Кузнецов. На сегодняшний день это один из моих лучших учеников. А вот вы говорите, есть трудности с финансированием, а почему, если у вас так много желающих заниматься, как-то даже нелогично? С 80-х годов, с конца 80-х, единоборство это самый массовый вид спорта. Хоть у нас в стране пытаются нам привлечь, что якобы футбол, волейбол, я ничего против этих видов спорта не имею, сам их люблю, я всю жизнь мечтал футболистом быть. Но на самом деле единоборство, единоборство это самый массовый вид спорта, и мне кажется, во всем мире сейчас. Популярность ММА, муай-тай, самбо, боевое самбо, я имею ввиду. Вот это вот самые ведущие виды спорта. И залы, залы битком, если хороший тренер, с именем, проблем с учениками нет. Олег Валерьевич, а скажите, финансовая проблема, она в чем заключается? В том, что у вас помещений нет, негде заниматься, или нет выхода в доступ к каким-то престижным международным соревнованиям? То есть, в последнее время мы, наверное, процентов 80 поездок осуществляем за свой счет, либо за счет спонсоров. Спонсоров государственного финансирования окружного мизер. Если оно тебе как-то там выделяется что-то, большой труд доставляет забрать их оттуда с округа. У меня вот такие проблемы. Неоднократно обращался к вышестоящим, оно все там затихает и умирает. Проблема сейчас, знаете, у нас такая политика, есть финансирование на олимпийские виды спорта и практически нет на неолимпийские виды. Мы пока не олимпийские спорты. Ну вот если говорить о конкретных цифрах, вот сколько в среднем обходится поездка на какой-то престижный чемпионат? Ну даже пусть это будет в пределах России. Самое так среднее, наверное, около 200 тысяч. У нас бои идут примерно неделю, то есть 6-7 дней, плюс дорога, питание, проживание, вот так и выходит. Я считаю, это немного, более для нашего региона. Я знаю регионы, где бедственное положение, в смысле финансов, нет таких условий, как у нас, но спорт у них на первом месте. Спасибо, Олег Валерьевич. Спасибо вам. Я напомню, сегодня у нас в студии был тренер по тайскому боксу Олег Зинер. Всего вам доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова